Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Николай Иванович поправил пиджак и сел на заднее сиденье Мерседеса. Водитель аккуратно нажал газ, машина медленно поехала в сторону своей обычной стоянки. Из колонок доносился тихий джаз. Мужчина погрузился в размышления. Ему предстояло сказать дочери, что он нашел для нее идеальную партию, и вскоре ей предстоит познакомиться со своим будущим мужем. Да уж, это будет нечто. Оксана никогда не отличалась покорностью, да и сам Николай с легкостью управлял сотней подчиненных и даже слыл строгим руководителем. Но вот совладать с характером собственной дочери было выше его сил. Мать гордилась бы ей, если бы была жива. Вскоре автомобиль остановился у ворот двухэтажного особняка. Николай Иванович так и не решил, в какой момент лучше сказать обо всем дочери. Наверное, лучше сделать это после ужина. Обычно до еды она была в куда более нервном расположении духа, чем после. Когда он вошел в дом, Оксаны не было видно. Видимо, занималась своими делами. Николай Иванович облегченно вздохнул и отдал пиджак домработнице. — Николай, добрый вечер. Ужин будет подан через полчаса. Женщина по-хозяйски отряхнула пальто и повесила его в гардеробной. — Спасибо, Клавдия. Оксана у себя? — Да, она сегодня почти не выходила. Еле заставил ее пообедать. — Ну хорошо, хорошо. Хоть что-то. Мужчина горько хмыкнул. Переодевшись, спустился к столу. Клавдия, как и обещала, уже накрыла ужин. Оксаны пока не было видно. Так что Николай Иванович подошел к лестнице на второй этаж и крикнул дочери спускаться. Спустя несколько минут появилась худенькая фигура девушки. На ней были спортивные лосины и безразмерная толстовка с эмблемой одного из лучших университетов страны, где она раньше училась. — Оксан, ну что за вид? Ты похожа на подростка. И ты же уже закончил обучение. Может одеть что-нибудь более женственное? — Ой, пап, не начинай. Ты же знаешь, что так намного удобней. Ты бы тоже, кстати, мог попробовать что-нибудь попроще своих костюмов. — Да как я в таком виде на людях покажусь? Что обо мне подумают? Я собираюсь идти побираться? — Мужчина рассмеялся. — Ну ты скажешь тоже. — Да, пап, ну ты и динозавр. Вон, современные бизнесмены ничего солиднее джинс не носят, и это не мешает им миллиардами ворочать. Ах, все это пустое. Садись уже, я есть хочу. И будь добра, убери телефон. Я тут статью интересную читаю. Говорят, скоро мы все перейдем на питание с верчками и с сушеными червяками. Из них будут муку делать, вот так вот. Весь мир уже понимает, что нельзя есть мясо. Девушка подвинула к себе салатную миску и наколола несколько листьев на вилку. — Смотри, в кролика не превратись. — А ты меня будешь любить, если я стану кроликом? — Не говори глупости, Оксан. Ешь давай. Как Николай Иванович и предполагал, Оксана пребывала в хорошем расположении духа. Надо было успеть воспользоваться этим моментом. — Дочь, у меня к тебе есть серьезный разговор. — Я надеюсь, это не касается моей личной жизни. Девушка выпрямила спину и нахмурила брови. — Именно об этом я и хочу с тобой поговорить. Мужчина опустил голову, готовясь к потоку критики в свой адрес. — Я уже не молод. Ты тоже в таком возрасте. — В каком я возрасте, пап? Ты хочешь сказать, что еще пару лет и меня станут называть старой девой? — Оксан, не начинай. Ты же понимаешь, что я о тебе забочусь. Я не хочу, чтобы ты провела свою жизнь одна. — Что-то, когда я была маленькой, тебя это особо не волновало. И одна я не буду. У меня есть Сережа. В этот момент тихо стоящая домработница поспешила удалиться. Ей было уже понятно, к чему идет дело. И быть свидетелем, а тем более напоминать своим видом о детстве Оксаны среди гувернанток, ей не хотелось. — Этот твой Сережа, он вообще кто? Вот ты мне скажи, не дай бог со мной что-то случится, этот Сереженька сможет тебя нормально обеспечить? Или ты планируешь с ним жить в общаге и перебиваться на три рубля в месяц? — Сережа, по крайней мере, меня действительно любит. И между прочим, у меня диплом экономиста. Я сама его получила, так что уж как-нибудь себя обеспечить смогу. — Так, я договорился о смотринах с Яриком, сыном Эрнеста Петровича, и ты там будешь. Иначе придется тебе начать обеспечивать себя раньше, чем ты думаешь. Ты меня поняла? — мужчина стукнул ладони по столу. Дочь уже не слушала. Она вбежала по лестнице на второй этаж и хлопнула дверью, закрывшись в своей комнате. Оксана открыла Насте шагно и жадно вдохнула вечерний воздух. Она почувствовала, что ее сердце возвращается к привычному ритму. Девушка плюхнулась на кровать и достала телефон. Сообщения от Сергея не было. Она открыла социальную сеть и перелистывала ленту новостей. Вскоре услышала настойчивый стук в дверь. — Оксана, не смей хлопать дверью, когда я с тобой разговариваю. — голос отца звучал грозно и властно. — И чтоб завтра была в платье, а не как оборванка. Ты меня слышишь? Девушка вскочила с кровати и подошла к музыкальному проигрывателю. Она нажала кнопку включения и выкрутила громкость на максимум. Комнату заполнили звуки дудки и шума моря. — Я тебя не слышу, пап. Я медитирую. Телефон в руках завибрировал. Наконец, Сережа доработал и готов был с ней поболтать. Парень сообщил, что не сможет сегодня увидеться с ней, но с удовольствием увидится завтра. Девушка откинула телефон и закатила глаза. Ну и ладно. Будет чем заняться, чтобы не идти на скучные посиделки с родителями Ярика. Оксана вспомнила, как встретилась с Яриком на одной из вечеринок в институте. Он был настолько пьян, что еле стоял на ногах. А позже Оксана увидела, как он пристает к двум девушкам-близняшкам из параллельной группы. Когда вечеринка закончилась, она видела его в кустах у выхода. Кажется, его тошнило. Бррр. Девушку передернуло от этих воспоминаний. Оранжевое солнце возвещало о приближающемся закате. Оксана стояла у шкафа и выбирала наряд. Среди множества мешковатых вещей висело несколько новых платьев в чехлах. Подвезти отца было бы нехорошо. Эрнаст Петрович был нормальный мужик, но его женушка – настоящая стерва. Она бы точно не смогла промолчать и вставила свои пять копеек на счет воспитания Оксаны. Девушка достала красное платье в пол с высоким вырезом на правой ноге и надела его. Осмотревшись в зеркало, она вспомнила, как в одной из передач показывали выставку свиней, и на одной из победительниц была ярко-красная лента. Девушка села на кровать и достала телефон. Платье больно впилось в бока и сдавило легкие. Оксана зашла в социальную сеть, вбила в поиски никнейм Ярика. На последних фотографиях он был в клубе с полуголыми девицами. На предыдущих было его фото на песчаном пляже, где он сидел в позе лотоса, а внизу была подпись «Трансформируя реальность». Оксана фыркнула и закрыла приложение. Единственное, что Ярик мог бы трансформировать – это деньги отца в тусовке. Девушка отбросила телефон на кровать и встала. Наконец ей удалось вздохнуть полной грудью. Она расстегнула молнию и бросила ненавистное платье на пол. Но нет, она не будет общаться с этим придурком. Оксана достала удобный серый спортивный костюм из шкафа и облачилась в него. У ворот прозвучал знакомый гудок. Выглянув в окно, Оксана увидела машину Сергея. Девушка поспешно собрала волосы в высокий пучок и сбежала по рестнице. Натянув удобные кроссовки от одного известного бренда, она выскочила на улицу и отправилась к ожидающему ее парню. Машина неслась по шоссе. Вскоре свернула в сторону парка. – Сереж, ну ты представляешь вообще, в двадцать первом веке и такие средневековые законы? – голос Оксаны повысился от возмущения. – Он меня, как какую-то выставочную кобылу хочет насмотрены привести. Чувствуй себя каким-то активом. – Мне кажется, ты драматизируешь. Я думаю, отец переживает за тебя и хочет устроить безбедное существование, раз уж есть такая возможность. – Ох, это невозможность. Это провал. Парень такой гад. Бррр. А ты не пробовал поговорить с отцом? Парень направил машину на парковку у парка. – Да бесполезно это все. Он меня не слушает. Чуть что грозится денег лишить. На этом разговор заканчивается. Пара вышла из машины и, взявшись за руки, вступила на прогулочную тропу. – Сереж, а ты почему отца моего защищаешь? Тебя разве не беспокоит, что он хочет меня по расчету выдать за другого замуж? – Да я не защищаю. Просто это ж понятно, что он тебе лучшего хочет. Да и давай честно, ты ведь привыкла к высокому уровню жизни. А я что могу тебе дать со своей зарплатой таксиста. Я люблю тебя, поэтому тоже хочу, чтобы ты была счастлива. – А ты считаешь, что я только с деньгами могу быть счастлива? – девушка отдернула руку от парня. – Да зря я, что ли, занимаюсь медитациями. Я, между прочим, вообще настолько осознаю этот мир, что для меня деньги вообще не составляют ценности. Девушка обиженно поджала губы и отвернулась. – Ты большая молодец, Аксон. Кстати, напомни, сколько твой последний ретрит стоил? Двести тысяч за неделю? – Между прочим, это недорого для такого мероприятия. – О, это точно. Только мне бы пришлось год на него копить. Парень попытался заглянуть в глаза девушке. Ты понимаешь, о чем я? – Все с тобой ясно. Ты тоже считаешь меня избалованной девчонкой. Знаешь что? Отлично. Отвези меня тогда к этому чертовому ресторану. Старенькая машина завелась третьего раза. Из колонок доносился голос радиоведущего. – На дворе ясно. А значит, наступает время перемен, и мы включаем песню группы кино. По обиженному виду Оксаны, смотрящей упорно в окно и не поворачивающейся, Сергей сделал вывод, что он не смог донести свою мысль. Желая скорее помириться с возлюбленной, он взял ее правой рукой за руку, пока левая оставалась на руке. – Оксан, ты меня неправильно поняла. Я просто не хочу, чтобы отец на тебя злился. Если он снова посадит тебя под домашний арест, то мы еще долго не увидимся. Хм, может оно и к лучшему. Тебе не придется страдать от мысли, как много денег надо, чтобы сделать меня счастливой. – Ну, не начинай. Ты же знаешь, как я тебя люблю. – Знаю. – Кстати, а сколько времени? Я, кажется, телефон дома забыла. Ой, по-моему, я уже окончательно опоздала. Николай Иванович дослушал череду оставшихся без ответа гудков. Дочь не брала трубку. Он отхлебнул виски из бокала и поставил его на стол, повернувшись к гостям. – Не могу ей дозвониться. Вдруг случилось что-то. – Ей-богу, она меня однажды в могилу сведет своим поведением. – Мужчина расслабил галстук. – Да, что с них взять. Молодые еще, строптивые. Ты помнишь, Наташка, какая в ее возрасте была? Ух! – Эрнест, ты опять пытаешься сгладить углы. Наташка – это же совсем другое дело. Она же мне женой была. А Оксана – дочка. А ты и сам прекрасно знаешь, какие это нервы за детьми следить. – Эх, тут ты, конечно, прав. Эрнест Петрович посмотрел на своего сына, сидящего за столом. Парень всю ночь провел в клубе и теперь лечил больную голову шампанским. – Ну что там, удалось дозвониться? – подала голос светловолосая женщина, жена Эрнеста Петровича. – Нет, Верр, не могу ей дозвониться. – К столику подошел официант. – Как у вас проходит вечер? Могу ли я вам чем-то помочь? – Да. – Ярик оживился за столом. – Повторите бутылку шампанского и чего-нибудь морского принесите. Может, тустриц, не знаю. Сделайте, чтобы мне понравилось. Официант кивнул и удалился. – Я собираюсь пойти перекурить. Кто со мной? – Я схожу с тобой, сынок. Блондинка встала из-за стола и взяла свою маленькую дамскую сумочку. В курительной комнате никого не было. Ярик сел в одно из мягких кресел, окружавших круглую мраморную пепельницу, и откинул голову на мягкую спинку. – Мам, зачем вообще эта девчонка? Мне и так моя жизнь нравится. Думаю, я не готов к браку. Парень затянулся и выпустил большое облако дыма с ароматом арбуза. – Ярик, не будь идиотом. Семейная жизнь тут вообще ни при чем. Отец хочет объединить активы с Колей. И вообще, он уже устал все время подчищать за тобой. Надеется, что, может, ты образумишься. – О чем ты? Я вообще подарок судьбы, а не сын. – Ну конечно. Блондинка стряхнула пепел с тонкой сигаретки. – Последняя твоя выходка, когда ты в казино проигрался и устроил скандал, очень дорого ему обошлась. – Ой, да ладно, не обеднеет. – Вот такие твои рассуждения и пугают его. Он уже не хочет, чтобы все его активы, после того, как он отойдет от дел, к тебе перешли. Надо, чтобы кто-то рядом был, помогал тебе. Коле он доверяет. Они все-таки друзья молодости. Да и дочка его, хоть и с характером, но все-таки с мозгами, не спустят все на клубы. – Анна посмотрела с упреком на сына, в отличие от тебя. Еще одно арбузное облако заполнило комнату. – Так, а если не получится с этой Оксаной, что тогда? – Тогда он передаст все совету директоров, а мы с тобой останемся на содержании, которое они нам будут выделять. И имей в виду, размер этого содержания будем устанавливать не мы. Женщина вжала сигарету в пепельницу, и та потухла. – Мам, а я, кстати, слышал, что Оксана с каким-то парнем встречается. Грузчиком или таксистом, работягой в общем. – Значит, перспектива с содержанием должна беспокоить тебя еще больше. Женщина встала и, выпрямив спину, направилась к двери. – Пошли. И будь добр, постарайся не напиваться. Ерик доедал последнюю устрицу, графин с виски закончился, а Вера нервно поглядывала на изящные золотые часы на своем запястье. – Ну, вообще, неплохо посидели. – Лицо Эрнеста Петровича покраснело от выпитого, а глаза блестели, как две маслины. Он похлопал Николая по плечу, пытаясь подбодрить расстроенного поведением дочери друга. – Да скажешь тоже. Я ж хотел, чтоб красиво все понимаешь. А Оксанка что, не слушается? – Николай, ну ты ее разбаловал, конечно. Голос блондинки звучал раздраженно, и каждое слово вылетало отдельно от других. – Верочка, ну что ты? – красное лицо Эрнеста Петровича растянулось в улыбке. – А что я? – Нет, Коль, ты меня правильно пойми. Ладно, мы. Мы ж тебя сто лет знаем. А если бы это были другие люди, ты понимаешь, как бы ты опозорился? Это получается, что ты дочку даже контролировать не можешь? – Верочка, ну не начинай. – Ой, Эрнест, отстань. Блондинка отмахнулась от мужа и скрестила руки на груди. – Ну правда, мы весь день готовились. Она провела рукой по своим красиво уложенным волосам. Планы свои отменили. И что? Просто время потратили. – Верочка… – Нет, Эрнест, она права. Вот она у меня получит. – Мужчина легонько стукнул кулаком по столу. Несостоявшиеся сваты уехали первыми. Николай Иванович дождался сообщения от своего водителя, что тот уже подъехал и вышел на улицу. Свежий вечерний воздух заставил его глаза следиться. Когда он проморгался и выглядывал машину водителя, он заметил знакомый старый автомобиль, припаркованный у ресторана. Ее он уже не раз видел у своего дома. Это не могло быть совпадением. Этот Сережа никогда бы не смог себе позволить ужина в таком ресторане. На переднем сиденье показалась знакомая фигура в серой толстовке. Вот же черт! Кровь вскипела в жилых мужчины. Он сжал кулаки и направился к автомобилю. Резким движением дернул за ручки двери, но так как назло заело. – Да что это за колымага такая? – Мужчине пришлось несколько раз дернуть ручку, пока дверь не открылась. – Ах, вот ты где, доченька. – Пап, прости, я телефон дома забыла. – Телефон забыла, говоришь? Ну ничего, с кем не бывает. Голос Николая Ивановича звучал наигранно добрым. – Пойдем, там моя машина приехала, я тебя подброшу туда, где ты его забыла. – Пап, меня Сережа отвезет, я просто опоздала. – Я сказал, быстро пересела в мою машину, – отчеканил мужчина. Поведение дочери его бесило, что не скажи, пререкается. Еще и с этим нищебродом сидит тут, характер свой показывает. – Я, между прочим, весь вечер за тебя краснел. – Здравствуйте, Николай Иванович. Дал о себе знать Сергей. – Оксана правда хотела прийти, мы просто опоздали, автомобиль подвел, долго заводился. – Сережа, верно? – парень кивнул. – Сереж, ты не встревай, пожалуйста, езжай куда ехал, а я уж со своей дочерью как-нибудь сам разберусь. В конце концов, она пока под моей опекой живет, так что ты это, поезжай. Мужчина грубо взял дочь под локоть и вытащил из салона. Она чуть было не упала, но все-таки устояла на ногах. Николай Иванович громко хлопнул дверью старенькой машинки и увел дочь в салон своего автомобиля. Услужливый водитель в строгом костюме уже открыл для них заднюю дверь. Это было последней каплей. Этот, не пойми откуда взявшийся Сергей, портил все планы. Надо было помочь ему пропасть. Эту проблему мог решить только один человек – начальник охраны, работающий у Николая. Верзилла заверил мужчину, что знает, как это сделать. Он предложил несколько вариантов. Николай Иванович выбрал тот, при котором парень лишится автомобиля. Насколько он помнил из разговора с дочерью, эту колымогу он очень любил и долго копил на нее. Тем более, если он потеряет машину, то не сможет работать таксистом. Это должно заставить его уехать из города. – Только найми ребят, которых Оксанка моя не знает. А то, если догадается, она мне такую сладкую жизнь устроит. И, парня, смотрите, не калечьте. Мне не надо, чтобы она его еще и жалеть стала. А то я точно от этого прохиндея не избавлюсь. – Конечно, Николай Иванович. Припугнем его только. Сделаем все в лучшем виде. У меня проверенные ребята. Я за них ручаюсь. – Ну, хорошо. Работайте. Оксана закончила медитацию и отпила из прозрачной пластиковой бутылки воду с лимоном и мятой. Она была полна решимости. Решила не откладывать разговор с отцом в дальний ящик. Девушка сбежала по ступеням на первый этаж и нашла отца. Он лежал на диване, читал свежий выпуск журнала Forbes. – Пап, я хочу с тобой поговорить. – Оксана села на диван рядом с отцом и покрутила прядь волос вокруг пальца. – Что такое? – Мне нужно снять немного денег с карты. Девушка отвела глаза в сторону. – Немного это сколько и на что? – Да там, на одно дело, хорошее. Тысяч двести примерно. Оксана очень старалась сказать это непринужденно, но голос предательски дрогнул. – И что же это за дело такое хорошее? Опять какой-нибудь шаманский курс? На Гуа собираешься? Ты же только прилетела недавно. – Отец отложил журнал и сел в кресле повыше. – Нет, просто там кое-что случилось. – Где там? Что случилось? Только не говори, что ты во что-то вляпалась. – Нет, пап. У Николая Ивановича завибрировал телефон, и когда он прочитал полученное сообщение, на его лице появилась довольная улыбка. – Так что, дочь, продолжай. На чем мы остановились? Пап, мне нужно двести тысяч на хорошее дело. На что же тебе нужны деньги? – Ладно, забей. Эффект медитации испарился, и к горлу девушки подступил комок обиды. Она отвернулась, пытаясь скрыть от отца слезящиеся глаза. – Оксан, ну же, что случилось? – Сережу, бандиты какие-то шантажируют. Я подумал, что только ты сможешь помочь. – Бандиты? И что же, он попросил у тебя денег? – Нет, конечно, он не знает. Они хотят у него машину отобрать. – Это его развалюха, так считай, избавит его от проблем. А что случилось-то? – Он говорит, его автомобиль обогнал и прямо перед ним затормозил. А он не успел, и произошла авария. Там какие-то бандюганы были, и они теперь требуют от него машину в качестве компенсации. А он же на ней работает, на машине этой. Он же без работы останется. Девушка всхлипнула. И тогда точно в свою деревню уедет. – И ты решила, что папка твой заплатит, да? За твоего парня, который не знает, где педаль тормоза. Нет, Оксан, не придумывай. И не смей в это лезть. Трудности мужчинам только на пользу идут. И чтобы я больше об этом не слышал. Оксана резко встала, откинув волосы назад, и решительно направилась в свою комнату. Ее худший прогноз оправдался. Сергей написал, что машину пришлось отдать. Теперь он собирается уехать в деревню, где у него был небольшой домик, выделенный ему как сироте. Что ж, раз так, она поедет с ним. Девушка достала из шкафа большой сиреневый чемодан и стала складывать туда вещи, попадающиеся под руку. В дверь постучали. Оксана быстро пнула чемодан под кровать. Если бы отец понял, что она задумала, тот точно бы запер ее. Дверь приоткрылась. В проеме появилась рожеволосая голова Клавдии. Женщина аккуратно вошла в комнату со стопкой свежих полотенец в руках. — Оксана, я уберу их в шкаф. Ты что на обед будешь? Она подошла к шкафу и открыла дверь. Увидев, что вещи небрежно свисают с вешалок, а какие-то валяются, упав со своих мест, женщина удивленно посмотрела на Оксану. Уж в чем-чем, но в неаккуратности девушку упрекнуть было нельзя. У нее все всегда было на своих местах. — Оксаночка, что случилось, дорогая? Женщина подошла к Оксане, о которой заботилась уже много лет, и, взяв ее за плечи, заглянула в глаза. Они наполнились слезами. Клавдия увидела торчащий из-под кровати уголок чемодана и обернулась на дверь. Она подошла к приоткрытой двери, тихо закрыла ее. Вернувшись к девушке, села на край кровати и пригласила ее жестом сесть рядом. — Ну-ка, дорогая, рассказывай, что ты задумала? — Сережка мой в деревню свою собирается уезжать, у него проблемы в городе. Девушка всхлипнула. — И ты собираешься с ним бежать, я правильно понимаю? — Да. Но отец, если узнает, запрет меня. — О, это уж точно. — Так, милая, что ты там делать-то будешь, в этой деревне? Там же скукота, комары с мошками. Ко всему, это же не так здорово, как кажется на первый взгляд. Жизнь в деревне – это тяжелый труд. Там надо физически много работать, да и ты же даже готовить не умеешь. — Ну, не знаю. Придумай что-нибудь. Думаете, я даже с этим не справлюсь? — Дорогая моя… — женщина погладила руку Оксаны. — Даже не допускай такой мысли. Ты совсем справишься. Но это может стать тяжелым испытанием. А вдруг твой сережка какую-нибудь работу другую в городе найдет. Да и вообще, это ведь серьезный шаг. Отец недоволен будет это уж точно. Ты уверена, что тебе это нужно? — Не уверена. Но мне кажется, что если сейчас я этого не сделаю, навсегда останусь марионеткой в его руках. Птичкой, которая сидит в золотой клетке. Он же меня вообще всерьез не воспринимает, не видит, что я повзрослела. — Ну, а Сереж-то твой что говорит? — Говорит, чтобы я не переживала. Мы со всем справимся. — Но это хорошо, если так. Послушай, отец наверняка в гневе будет. Как только поймет, что ты уехала, первым делом тебе карты банковские заблокируют. Поэтому возьми наличные все, что у тебя есть. Кстати, карты лучше вообще дома оставь. Потому что как только воспользуешься ей где-то, он сразу твое местоположение увидит. — Ого, откуда вы это все знаете? — Я люблю смотреть детективы. — Женщина усмехнулась. — И еще кое-что. Ты помнишь, когда тебе было тринадцать, я учила тебя готовить? — Я тогда чуть кухню не спалила. — Именно. — Оксана, это очень серьезно. Будь внимательна. Дом у вас наверняка деревянный. Пожарные пока приедут, уже все может сгореть. Когда будешь готовить, старайся не отвлекаться. Так, что еще? Женщина нагнулась и достала чемодан из-под кровати. — Вещи возьми потеплее. Дома могут быть сквозняки, они очень опасны. А, вот еще. Женщина достала из чемодана джинсовые шорты и, оглядев их, положила обратно. — Оксан, там, если будешь по траве ходить, можно клеща подцепить. Поэтому ноги не открывай, если на природу уйдешь. — Клавдия, что бы я без вас делала? — Даже не знаю. Пропала бы. — Женщина засмеялась. — Ладно, собирайся. Оксана пересмотрела свой гардероб и взяла больше теплых вещей. Чтобы отец не догадался слишком рано о ее побеге, она договорилась с Сергеем, что тот встретит ее на остановке. Когда все вещи были готовы, Оксана еще раз посмотрела на себя в зеркало. Ее лицо не выглядело решительным. Скорее, на нем застыла маска страха перемен. Телефон завибрировал, оповещая, что парень уже стоит на остановке. Оксана тихо спустилась по лестнице со стороны внутреннего двора. Там ее догнала Клавдия. У женщины в руках была книга. — Оксаночка, вот, возьми с собой. Это кулинарная книга, еще от моей мамы мне досталась. Там много простых рецептов. — Ой, Клавдия, это очень ценный подарок. Думала обойтись рецептами из интернета? — Да не будет, у тебя там интернета, дуреха. — Девочка моя, удачи тебе. Возвращайся скорее. — Спасибо, Клавдия. Девушка крепко заключила женщину в объятии. Тихо открыв дверь на заднем дворе, Оксана переступила через порог. Дверь за ней автоматически закрылась. Возле главного входа стоял Сергей. Он помахал рукой и направился ей навстречу. На его лице была улыбка. Оксана приложила палец к губам, показывая, чтобы тот не шумел. Пара быстро добралась до автовокзала, где села на автобус дальнего следования. Девушка смотрела в окно, нервно тряся ногой. Автобус не успел выехать за пределы города, как ей пришло сообщение от отца. — Оксана, мне за тебя стыдно. Ты сбежала, как крыса, даже не попрощавшись. Живи, как хочешь. Следующим пришло оповещение от банка, что ее счета заморожены. По щекам девушки потекли слезы, и она отвернулась к окну. Клавдия оказалась права. Жизнь в деревне была совсем не похожа на привычную городскую. Оксане пришлось многому научиться. Сергей быстро нашел работу на одной из ферм. Уходил рано утром и возвращался, когда за окном уже было темно. Насчет интернета Клавдия тоже не ошиблась. Он и правда ловил только у местного магазина продуктов, который находился в десяти минутах ходьбы от дома. Так что книга рецептов, которую она дала девушке, оказалась настоящим спасением. Там было подробно указано в минутах, что зачем класть, сколько жарить, сколько варить и вообще все подробности. Не всегда все получалось с первого раза. Первые пару месяцев они постоянно ели подгоревшую или пересоленую еду. Но Оксана очень старалась быть прилежной хозяйкой и помогать Сергею. Девушка вспоминала ролики из интернета, где на завтрак предлагали яйцо пашот, тосты и авокадо. Да, раньше она любила такой завтрак, но сейчас это казалось какой-то глупой блажью. У нее на завтрак получалось приготовить яичницу с бутербродами, чай, кашу. Это был достаточно плотный завтрак, но уже к обеду она умирала от голода, так как физическая работа требовала много энергии. Сначала она боялась, что потолстеет, но в итоге вещи наоборот стали ей великоваты. Стиральная машинка у них была допотопная. Вещи следовало закинуть в вертикальную центрифугу, где они стирались какое-то время, а вот отжим был ручной. Оксана никогда раньше не видела таких конструкций. Одежду следовало засовывать между двумя цилиндрами и ручкой прокручивать их. Так вода отжималась из вещей. В этом было что-то медитативное. Сушила вещь Оксана на улице, когда была хорошая погода. Сергей растянул веревки и сделал подпорку из длинной деревянной балки. После сушки на свежем воздухе одежда пахла особенно приятно. Ближе к лету в местных магазинах и на воскресных ярмарках стали появляться свежие овощи из нового урожая. В этом плане Оксане похвастать было нечем. Она попыталась посадить в начале весны некоторые культуры, но в итоге ничего не проросло. Единственное, что дало ростки в ее небольшом садике у дома – это салат латук и лук. Девушка как-то похвасталась этим достижением местной продавщицы, с которой иногда обменивалась парой-тройкой фраз. Но та сказала, что лук хоть где прорастет. Оксану это не расстроило. Она смотрела на свои молодые саженцы, как на своих детей, и гордилась каждым их новым сантиметром высоты. Николай Иванович не находил себе места. Сначала, когда он понял, что дочь сбежала с этим оборванцем, он был в ярости. Наговорил ей глупости, Клавдию чуть не уволил. Та наверняка что-то знала и не сказала ему, а ведь он ей платит. Первое время старался не думать об Оксане, хоть это и плохо получалось. Мужчина погрузился в работу, уходил с позаранку, возвращался поздно вечером. Но возраст давал о себе знать, и спустя месяц мужчина стал мучиться мигренями. Тело просило отдыха. Тогда Николай Иванович вернулся к прежнему графику, а вместе с появившимися часами отдыха вернулись и мысли о дочери. Чтобы отвлечь друга, Эрнест Петрович пригласил Николая на прогулку в гольф-клуб. — Нет, Эрнест, вот ты мне скажи, что я не так делаю? Я же ей не запрещал толком ничего, а она взяла и сбежала. И с кем? Эх, было бы ради кого. — Коль, ну ты не прав. Она же, считай, силу духа проявила. Это же надо решиться, в какую-то деревню глухую из-под отцовского крыла уйти. Так и она же не просто с бухты-барахты. У нее ж, как я понимаю, там с этим парнем что-то случилось. — Ой, даже не напоминай. — Ну вот, видишь, девчонка-то повзрослела. — Да куда там? Я, честно говоря, надеюсь, что она уже скоро наиграется в эти свои игры и вернется домой. Переживаю вообще, как она там. Господи, она же вообще у меня тепличная. На природе-то толком нигде не была. Дальше вот этих ее ретритов на островах. А питаются они чем? Даже боюсь представить. Мужчина засмеялся. — Эта тепличность бы тебе на руку и сыграла. Мужчина тяжело вздохнул и сел на рядом стоящую лавочку. — Эрнест, ты как? Ты что-то бледный. Давление? Может, медсестру позвать? — Нет, нет, Коль, не надо. Давай просто посидим немного. — Не нравится мне, как ты выглядишь. Что с тобой? — Рак у меня. Мужчина обессиленно опустил голову и закрыл глаза. На днях только узнал. — Как же так? А что-то можно сделать? — Да, можно. Врачи говорят, операцию нужно делать. Но я пока не решился. — А чего ж ты ждешь? — Да боюсь и операции этих. Не знаю. Даже еще верить с Ериком не сказал. — А сейчас-то как? Что делать-то? — Давай-ка ты меня до дома подкинешь. У меня иногда такие приступы бывают. Кажется, будто все тело вообще болит. Но через час проходит. Известие о болезни лучшего друга поселило еще больше тревог в сердце Николая Ивановича. Мужчина боялся за здоровье дочери. К счастью, через свои связи он быстро нашел адрес, где она проживала, а отправил туда своего водителя. Тот, вернувшись, рассказал, что домик, где живет Оксана, хлипкий. Во дворе какие-то три жалких саженца и вообще, картина выглядит удручающе. Саму девушку он видел, только мельком, когда та готовила на кухне окна. Но ему пришлось скрыться, чтобы не быть замеченным. Что ж, раз там такая невеселая картина, значит, дочка точно скоро вернется. Однако спустя два месяца ничего не изменилось. Оксаны все не было. А посланной на разведку водитель рассказал, что там, похоже, все благоустраивается. Он видел, что небольшой участок с грядками покрыт ровными рядами ростков. Во дворе сужится белье. Вокруг участка зацвели яблони. Неужели дочь смогла справиться с такой жизнью? Вот вся в мать. С одной стороны, Николай Иванович был как-то даже горд дочерью, а с другой разочарован. Он видел ее жизнь совсем иначе. Столько лет работал, не зная сна и отдыха, лишал себя возможности видеть, как она растет. И все для того, чтобы обеспечить ей легкую жизнь, которой не было у него. А теперь что? Она будет жить в деревне, полоть грядки и обстирывать какого-то Сережу? Возмущение мужчины достигло такого предела, что он решил сам съездить в эту деревеньку и объяснить все Сергею лично, раз он такой непробиваемый. Барабан стиральной машины издал громыхание и остановился. Оксана отложила овощи, пошла посмотреть, что случилось. Внешних изменений не было, но барабан не хотел крутиться. Девушка дважды нажала кнопку включения, но и это не помогло. — Сереж, со стиральной машиной что-то. — Что там? — голос донесся из дальней комнаты и где парень что-то усердно чинил. — Не крутится? — Давай посмотрю. — Сережа появился на кухне с табуреткой в руках. — Я пока тут поставлю, но ты не садись на него, там ножка пока не закреплена. — Ммм, а что это так вкусно пахнет? — Это я суп готовлю. В этот раз у меня точно получится. Парень нежно поцеловал Оксану и приступил к осмотру стиральной машины. — Оксан, не хочу тебя расстраивать, но, похоже, придется ее разобрать. Надо вещи пока что куда-нибудь переложить. Давай сюда. Девушка потянулась за большим металлическим тазом, висевшим на крючке. В глазах потемнело, и она чуть не упала. Сергей, увидев это, успел ее подхватить. — Эй, ты что, тебе плохо? — Вроде все, прошло уже. Наверное, от голода я уже проголодалась. — Смотри мне, не вздумай валить. Парень взял из ее рук таз и при помощи длинных деревянных щипцов переложил вещи из горячей воды. Получилась огромная куча разноцветных мокрых тряпок. Оксана поморщилась. Выглядело некрасиво, ко всему сильно пахло стиральным порошком. Девушка решила, что перестаралась с количеством чистящего средства. Желудок издал голодный стон, и Оксана скорее вернулась к готовке. На сковороде шкворчали овощи, картошка уже отправилась в кастрюльку с водой. — Вот черт! — выргался Сергей и вскочил с коленей. Он зажимал руку и ходил взад-вперед, сгибаясь пополам от боли. — Что случилось? — Порезался. Вот надо же было. — Сереж, нужно обработать рану. Ну-ка дай посмотрю. Парень протянул руку и разжал кулак. Рана была глубокая. — Надо обработать. У тебя вокруг нее вон грязи сколько. — Не переживай, я сейчас все промою. Нормально все будет. — Надо будет перемотать. Девушка открыла ящик с медикаментами и достала бинт. — О, смотри, еще спирт медицинский есть. Давай мы обеззаразим. — А нет ничего другого. Может перекись? — Не, все закончилось. Придет спиртом. Оксана достала темный пузырек и открыла, чтобы понюхать. Фу, точно спирт. Иди на улице полей, а то тут сейчас все провоняет. Струя холодной воды смыла основную грязь, но обработать все-таки нужно было. Сергей решил отойти подальше от кухонного окна, чтобы Оксана не видела, как ему будет больно, и зашел за угол. Спирт попал в открытую рану. От жгучей боли Сергей забыл на секунду, кто он и где находится. В это время у ворот дома остановился черный Мерседес. Оксана увидела машину, когда отец уже стоял у входной двери. Девушка растерялась от волнения и поспешила выключить сковороду с готовящейся зажаркой. Она подошла к двери, распахнула ее. На пороге стоял отец. Она сделала шаг назад, не зная, что и сказать. — Ну что, в дом-то пригласишь батю? — Да, да, конечно, пап, заходи. Оксана отошла от двери и смотрела, как ее отец в дорогом костюме заходит на кухню. Это выглядело настолько негармонично, что в этот момент весь дом стал казаться полуразрушенной хибарой. Отец нахмурил брови, рассматривая жилище. — Вот, значит, как ты, дочь, устроилась. Ну, хорошо у вас тут, миленько. Мужчина посмотрел на гору мокрого белья и хмыкнул. — Это у нас машинка сломала стиральная, Сережа ее чинит. Оксана с опаской посмотрела на него. Она была рада видеть папу, но его лицо не отличалось приветливостью. Девушка не знала, чего от него ожидать. В этот момент она почувствовала запах горелого. Обернулась к плите. С ужасом поняла, что все перепутала, включив мощность на максимум. Морковка превратилась в черные огоньки. Кухню затянул серый дым. Оксана поспешила выключить конфорку, убедившись на этот раз, что все сделала правильно. Она открыла окно, чтобы проветрить. В кухне теперь запах стирального порошка смешался с горелостью. — Как дела, доченька? — Николай Иванович наблюдал за этим кухонным коллапсом с приятным чувством удовлетворения. — Может, мне стоило тебе заранее позвонить, предупредить о своем визите? А то я, кажется, не вовремя. Только тебе ж не дозвониться. В этой глуши сеть не ловит, да? А сама-то отцу не звонишь. Обиделась на старика. Мужчина взял первую попавшуюся табуретку и сел на нее. — Пап, все нормально. Просто я готовлю, а машинка стиральная сломалась. Вот и бардак. — Но это я вижу. На лице Николая появилась улыбка. — А где же Сереженька твой? — Здравствуйте. В дверном проеме показался Сергей с перемотанной рукой. Он сделал шаг вперед, заходя на кухню, и вместе с ним проник сильный запах спирта. — Ого, Сереж, это ты из-за ее стряпни запил? — Да нет, что вы, я просто руку поранил. Оксана поняла, что ей нечем дышать. Аромат спирта дополнил остальные неприятные запахи, создавая ужасный микс. Девушка почувствовала, как у нее стала усиленно выделяться слюна, а к горлу подступило тошнотворное чувство. Не теряя времени, она добежала до туалета. Ее стошнило. В желудке наступило облегчение. Когда она пришла в себя, умылась холодной водой и вышла, ее встретили обеспокоенные лица папы и жениха. — Я, наверное, съел что-то не то. Оксана робко поправила прическу. — Пап, я рада тебя видеть. Прости, что у нас такой погром. Сегодня все пошло не по плану. — Доченька, да что ты, моя хорошая, лишь бы ты была здорова. — Николай ерзал на стуле, сдерживая желание броситься к дочери. — Ой, папа, этот стул! — Оксана не успела договорить, как ножка стула подогнулась и мужчина упал на пол. В воздухе повисла напряженная тишина. Он сломан. Николай Иванович растерянно посмотрел на дочку. Он не смог сдержаться, и рассмеялся. — Ну, Оксанка, ты меня в могилу сведешь однажды. — Оксана с Сергеем поспешили поднять мужчину. — Давненько я такого не испытывал. Ладно, давайте, рассказывайте, как вы тут живете. — Да неплохо. У меня вон, видел, какой салат растет? — Девушка указала пальцем в окно на ровные зеленые грядки. — Это от него тебе плохо стало? — Ну нет, пап, он нормальный, правда. Я медитирую, когда им занимаюсь, и он у меня экологически чистый. — Ну, это хорошо, конечно. Мужчина перевел взгляд на кавалера своей дочери. — Ну, а ты, Сергей, что расскажешь? Мы же с тобой толком и не знакомы. Расскажи мне о себе. Парень принес мужчине другой стул. Самый крепкий, что был в его доме. Оксана заварила чай с мятой и разлила по кружкам. — Так что, Сереж, расскажи про родителей. — Ну, отца я не знаю. А мама умерла, когда еще маленький был. Мне три года тогда было. Она под машину попала, и ее не смогли спасти. — Соболезную. — Да нет, все нормально. Я ведь ее практически не помню. — А кто ж тебя воспитывал? Какие-то родственники есть у тебя? — Нет, не уверен. Сергей поставил кружку с чаем на стол. — Наверное, меня бы нашли, если бы кто-то был. А так, я после маминой смерти в приют попал. Там и рос. Мне вот, кстати, дом этот как сироте достался. — Да уж, не густо. Мужчина еще раз окинул хлипкое здание взглядом. — Я не жалуюсь. Многим и такого не достается. Даже тем, кто с родителями живет. — Это ты прав. Мужчина кивнул и отхлебнул чай, вспоминая, как они с другом снимали одну маленькую комнату с клопами в общаге. — А как твою маму-то звали? Фамилия у тебя какая? Может, родственников твоих поищем? — Елена Савельева. Только не знаю, кого сейчас найти можно. Да и нужно ли мне это. У меня вон. Парень взял Оксану за руку. Есть о ком заботиться. Услышав имя матери Сергея, мужчина внимательно посмотрел в лицо парня и вдруг заторопился собираться к выходу. Оксане показалось, что он что-то знает. — Пап, что случилось? Ты уже уезжаешь? — Да, Оксан. Что же я вас отвлекать буду? У вас тут дел вон сколько из-за меня. Вы давайте, будьте молодцами. Хватит тут играть в Ромео и Джульетту. Возвращайтесь в город. — Мы и подумаем, пап. — Доченька. — Николай Иванович подошел к дочери и обнял ее. — Я скучаю по тебе. Возвращайся. — Сергей. — Мужчина пожал руку парню и выбежал за порога, быстро направляясь к машине. — Чего это он? — Парень не думал, что их встреча закончится так… — Парень не думал, что их встреча закончится так скоро. — Не знаю. Может, вспомнил что-то. — Сереж, сейчас есть кое-что более важное. Мне кажется, я беременна. Как только на телефоне появились признаки сотовой сети, мужчина набрал номер Эрнеста Петровича. Пока в трубке шли гудки, он ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. — Алло, Эрнест. Как ты? — Пока жив. А что такое, Коль? Ты какой-то взволнованный. — Эрнест, этот парень, Сергей. Я узнал, кто его мать. Ты не поверишь. Я сначала подумал, что совпадение, а потом смотрю на него. А он прям копия маленькая. Ну, хоть может и показалось мне. Я все-таки, конечно, распереживался, когда Оксанку увидел. Да могло и показаться. — О боже, да говори уже быстрее. Я не собираюсь умирать, не узнав этот секрет. Мужчина закошелся в трубку. — Короче, говорю как есть. Его мама Елена Савельева. — Это может быть совпадением. — Голос мужчины стал ниже. — Может. Но только я посмотрел на него внимательней и понял, что он — это ты в молодости. — Да быть того, не может. — Вот-вот и я так подумал. Ты не помнишь, Лена же не беременная была тогда. А то по возрасту он, конечно, подходит. — Я не знаю. Что же делать теперь? — Закажи тест ДНК. Пусть делают. И будешь наверняка знать. — А это хорошая идея. А с Леной что? Она сама-то где? — Да умерла она в аварии. Под машину попала. — Да уж. Коль, спасибо, что позвонил. Спустя две недели Эрнесту Петровичу пришли результаты анализов. Сергей оказался его сыном. Мужчина был шокирован этой новостью и поспешил отправиться в деревню, чтобы познакомиться с ним. Когда мать Риска открыла дверь и зашла в комнату, Ярик сразу понял, что дела плохи. На ее лице читался гнев. Парень быстро свернул страницу с онлайн-покером и отвернулся от компьютера. — Мам, что-то случилось? — Случилось, Ярик. Случилось. Женщина подошла к окну и открыла его, вдыхая свежий воздух. — Случилось то, сынок, что у твоего отца нашелся родной сын, и сейчас он поехал с ним знакомиться. — Как это? Что еще за сын? — Вот так. Когда мы познакомились, он встречался с девушкой, Леной. Но он в итоге со мной остался. А эта Лена, видимо, была уже беременна. — Ох, что теперь будет? — Женщина закрыла лицо руками. — Мам, ну что ты так переживаешь? С нами-то он все-таки всю жизнь прожил. Ты боишься, что он к Лене-то уйдет? Да он же тебя любит. — Ой, Ярик, не говори глупостей. Я не боюсь, что он от меня уйдет, тем более Лена эта погибла. Женщина повернулась к сыну лицом и скрестила руки на груди. — Просто это, все, что у нас есть, ставит под вопрос. Вообще все, понимаешь? — Не понимаю, мам. Ты, по-моему, накручиваешь. Парень взял виноградину из вазы с фруктами, стоящую на компьютерном столе, и закинул в рот. — Тебе нужно отвлечься. Поехали в спас, ездим. — Ярик, ну в кого ты такой идиот? Если у него будет родной сын, то подумай, кому достанется все наследство, если твой отец умрет. — Что ты имеешь в виду? — парень выпрямился в кресле. — То, что ты услышал. Ты не родной сын. Значит, по сравнению с родным, у тебя меньшие права на наследство. Тем более, зная Эрнеста. Он такой добрый человек, что сейчас точно будет мучиться совестью от того, что столько лет не знал о сыне. Будет пытаться загладить вину. — Не выгонят же у нас на улицу. — Нет, конечно. А вот сынка мы его не знаем. Кто знает, что у него на уме? Если Эрнест умрет, неизвестно, что с нами будет. Что же нам делать? Женщина впилась пальцами в белые пряди волос. — Нам надо от него избавиться. — Ярик, не говори глупостей. Ты себя что, убийцей считаешь? — Нет, мам. Никого убивать не надо. Ладно, не переживай раньше времени. Может, они и не поладят вообще. Будем действовать по ходу дела. Через пару дней Эрнест уговорил Сергея приехать в гости. Все утро он был воодушевленным, чего с ним давно не происходило. Ярик смотрел за поведением своего неродного отца, и его приподнятое настроение раздражало парня. Уже два дня он только и говорил, что о своем чудесном сыночке. Эрнест просил Ярика найти общий язык с парнем. Мать пила эти два дня, и теперь ее лицо было слегка отекшим. Она заказала услуги массажа, и молодая тайка закрылась с ней в большой ванной комнате. Отец сидел в гостиной, пил кофе. Иногда вставал и подходил к окну, открывающему вид во двор, выглядывая машину водителя. Ярик зашел в свою комнату, прикидывая, что ему надеть. Решил, что будет хорошо, если он понравится новому потенциальному члену семьи. Он вытащил свою удачливую толстовку, на которой черными стразами было написано «Вегас-2015». Он выиграл ее в Лас-Вегасе, когда был там первый раз, и верил, что она приносит ему удачу. Выйдя в коридор, Ярик столкнулся с тайкой, закончившей процедуры и собиравшейся уходить. – Ну-ка, скажи, как я выгляжу? – парень покрутился перед усталой девушкой. – Отлично выглядите. Девушка поправила крупную сумку с массажными принадлежностями и робко улыбнулась. – Могу я пройти? – Не хочешь остаться с нами на ужин? – Спасибо, Ярослав, но меня следующий клиент ждет. Ух ты, деловая какая! Ерик подошел к девушке вплотную и прошептал ей на ухо. – Следующий раз ничего не планирую после. Она ничего не ответила и, опустив голову, боком прошмыгнула мимо него. – Какие же зажатые эти девчонки, уж и пошутить нельзя. Парень сбежал на первый этаж и подошел к отцу. – Пап, ну что, когда уж твоя лягушонка в коробчонке приедет? – Ярик, не изви. Думаю, уже скоро. – Там уже обед на заднем дворе накрыли. Ужасно есть хочу. О, смотри-ка, а вот и гости. Металлические ворота медленно разъехались в разные стороны и на территорию участка въехала машина водителя. Отец встал, пройдя в центр комнаты, посмотрел на второй этаж. – Верочка, он приехал. Ты где там? – Иду, Эрнест, иду! – донесся голос матери, а следом и она сама появилась у ступени второго этажа. На ней был элегантный белый костюм, светлые волосы уложены легкими волнами, а на руке красовались часы в золотой оправе, красиво подчеркивающей ее золотистый загар. – Верочка, шикарно выглядишь! – Отец подал ей руку, когда она спустилась ниже, и они пошли в сторону главной двери. Ярик не стал отставать и, закатав рукава толстовки, отправился за родителями. По широкой, вымощенной камнем тропе к ним подходил стройный парень среднего роста. Он был одет вовсе серое и неприметное. – Сережа! – отец приветственно раскинул руки. – Как же я рад, что ты приехал! Знакомься, моя семья! – он крепко обнял парня и представил его. – Это Верочка, моя жена, а это Ярослав, сын! – Ярослав приветственно кивнул. – Сережа, надеюсь, вы голодны? Мы попросили накрыть стол на заднем дворе. Вероника не решилась обнять незнакомого парня, и на ее лице заиграл румянец. Жестом она пригласила всех пройти за стол. Знакомство прошло хорошо. И даже слишком хорошо. Отец и Сергей были словно на одной волне. Легкое белое вино сняло напряжение и разговоры лились рекой. Эрнест с Сергеем подхватывали шутки друг друга и были похожи как две капли воды. Одна из которых еще молодая, а вторая, к сожалению, старая, сморщенная и при смерти. Вечером, когда Сергей уехал, Ярик помрачнел и решил перейти с вина на что-нибудь покрепче. Спустился в винный погреб, подошел к шкафу, где хранился виски. Парень как раз держал в руках бутылку с гербом, когда позади него раздался голос матери. – И мне налей! Тушь на глазах женщины была слегка размазана. – Это конец, Ярик. Ты видел, как они общаются? – Да, видел. Парень выдохнул и залпом выпил напиток из бокала. Виски обжег губы и разлился теплом внутри. – Нам надо от него избавиться, сынок. После того, как Сергей узнал, что его возлюбленная беременна, он настоял, чтобы они вернулись в город. Сначала Оксана отказывалась, пыталась объяснить, что ей нравится жить вдали от города, и она уже привыкла к своим грядкам с салатом. Но после того, как в один из дождливых дней она промокла и продрогла насквозь, девушка сдалась. Весь вечер Сергей отпаивал ее чаями, лишь бы она не заболела и ничего не произошло с малышом. Отец настоял, чтобы они жили у него, и выделил им правое крыло дома. Все вещи уместились в одну машину, присланную отцом. Оксана уговорила Сергея забрать с собой хотя бы один кустик салата. Она подготовила большой горшок и аккуратно пересадила туда растения. О беременности девушка попросила пока умолчать. Ей хотелось, чтобы сначала устаканилась обыденная жизнь, а отец Сережи нашли все-таки общий язык. Оксана проводила много времени с Клавдией отцом, а Сергей часто ездил к Эрнесту Петровичу. Зачастую оставался у него до самого вечера. — Оксан, ты скучаешь, наверное, по Сережке? Он целыми днями у Эрнеста. Они уже подъезжали к дому, когда отец решил затеять разговор. — Ну, я скучаю, конечно. Но что тут поделаешь? Я его понимаю. Всю жизнь был один, а тут такая новость. Еще и Эрнест Петрович к операции готовится. Кто его знает, как все пройдет? — Хорошо, что ты это понимаешь, дочь. — Я единственное переживаю, что этот Ярик вечно рядом. Не нравится он мне. Хитрый какой-то, что ли? — Не думай о нем. Знаешь, а я решил тебя порадовать. У меня для тебя сюрприз. — Ого, что это? — Сейчас сама все увидишь. Машина въехала в ворота дома, и Оксана увидела оживление на заднем дворе. Там мелькали рабочие в оранжевой форме. — Пап, что это там? Надеюсь, не пруд с лягушками? Я, если что, переросла эту идею лет пятнадцать назад. — Нет. — Мужчина рассмеялся. — Лучше. Пойдем покажу. Оксана поспешила выскочить из машины, как только та остановилась и направилась к заднему двору. Когда она подошла ближе, то увидела, что рабочие выкапывают для нее грядки. — Я подумал, может, ты захочешь и здесь свой салат выращивать? — Отец обнял ее за плечи. — Пап, спасибо. Это очень мило. На глазах девушки выступили слезы. — Ой, тебе кажется, звонят. — Точно. Оксана достала телефон из кармана джинсов. Это Сережка. Спустя минуту разговора Оксана спустилась на лужайку, сев прямо на траву. — Дочка, что такое? Ты белая, как стена. Мужчина подбежал к двери в дом и окликнул домработницу. — Клавдия, принеси воды. Оксане плохо. — Пап, Сережа в СИЗО. — Как это? За что? — Говорят, у него нашли запрещенные препараты. Но как? Я не понимаю. Он же не употребляет. — Оксаночка, попей воды. — Клавдия поднесла стакан к бледным губам девушки. — Дочь, я сделаю все, что в моих силах. — Мама. Мам. Я все решил. Ярик вбежал в зал и застал мать с бокалом вина в руках. — Что ты решил, сынок? — Я все сделал. Больше этот Сережа для нас не проблема. Налей мне тоже. Это нужно отпраздновать. — Ого, дорогой мой. Ну это же отлично. Женщина достала второй бокал на длинной тонкой ножке и наполнила красным вином. — А отец что? — Уже начали операцию. Завтра должен в себя прийти. А как ты от парня избавился? — Да, есть у меня знакомые. Подбросили ему кое-что незаконное. Белый порошочек. Пришлось потратиться, конечно, чтобы доза была нормальная. Но оно того стоит. Теперь ему сидеть прилично. — Хм. А ты молодец, сынок. Женщина икнула и отпила еще из бокала. Несколько капель пролились на ее белую блузу. А он не сможет выбраться? А то вдруг еще мстить решит. — Да нет. Он и не поймет, что это я. К тому же у меня там такие знакомые, что его никто оттуда не вытащит. Он по полной попал. — Ну и отлично. Сынок, какой ты у меня молодец. Женщина обняла сына, и он почувствовал пьяное теплое дыхание на своей шее. — Лишь бы у тебя все было хорошо. Большего мне и не надо. В стеклянной хаты выпитого глазах заблестели слезы. — Мам, тебе пора прилечь. Пойдем, я провожу тебя. Эрнест Петрович пришел в себя только спустя четыре дня. Врачи сказали, что операция прошла успешно, но он очень слаб. Когда Ерик с мамой вошел в полоту, он даже растерялся. Никогда не видел отца в таком плохом состоянии. К нему были подключены разные катетеры, трубочки. Его кожа была бледно-серая, как будто в нем вообще не осталось жизни. Мужчина с трудом приоткрыл глаза и попытался сесть. Но медсестра, стоявшая у кровати, остановила его. — Верочка, Ярик, вы пришли. — Ах, Эрнест, ты еще так слаб. — Женщина подошла к мужу и погладила его лоб. — А где же Сережа? Он в коридоре? — Блондинка замялась и потупила взор. — Эх, отец, прости нас. Ерик подошел ближе и присел, чтобы тому было лучше слышно. Мы не могли его найти. Он последние дни в загул ушел. Видимо, парень вкус денег почувствовал. Мне очень жаль, пап. — Как же так? Мне казалось, он такой хороший парень. Может Коле позвонить? Наверняка он что-то знает. — Мы уже звонили, пап. Мне жаль, что ты так ошибся насчет него. Но зато мы с мамой здесь. — Это точно. Родные мои. Мужчина устало закрыл глаза и погрузился в сон. Вероника погладила мужа по руке на прощание и они покинули палату. — Ерик, что-то он совсем плох. У меня нехорошее предчувствие. — А может, наоборот, все складывается наилучшим образом? Состояние Эрнеста Петровича ухудшилось и больше к нему не пускали. Через несколько дней, на телефоне Вероники раздался звонок из больницы. Ей сказали, что муж впал в кому. Узнав о новости, Ярик открыл бутылку шампанского. Парень включил в гостиной электронную музыку и надел свою счастливую толстовку. — Мам, все складывается наилучшим образом. Он протянул женщине наполненный бокал. — Не будь придорком, еще не время для шампанского. — Ну не грусти, я уже налил. — Я теперь буду старой вдовой. Кому я нужна, если Эрнест умрет? — Ну что ты расстраиваешься? Найдем мы тебе жениха нового, какого-нибудь мучача молодого. Будешь путешествовать все время. Женщина представила себя на песчаном пляже Карибских островов в объятиях смуглого серфингиста. Она тяжело вздохнула и выпила бокал залпом. Когда Ярик открыл глаза на следующий день, его голова раскалывалась. Во рту пересохло, нос был заложен. Он понял, что остался спать на диване, так и не добравшись до своей кровати. — Ярик, сынок. Мама тяжело спускалась со второго этажа. Она была настолько отекшей и помятой, что выглядела старше лет на десять. — Сынок, у меня плохие новости. Мне сейчас звонил юрист твоего отца. Женщина налила себе стакан воды и залпом его осушила. Он все продумал. — Эрнест, он опередил нас. — Что ты имеешь в виду? — Ох, как же голова раскалывается. Она села в глубокое кресло у окна и растерла лицо ладонями. Он написал завещание. В случае его смерти все его наследство достается его родному сыну. — Не смотри так, все заверено, я уже узнала. Черт побери, когда он успел только? — А если Сергей в тюрьме? — Тогда все свое наследство он получит, когда отсидит. А мы вообще останемся с дыркой от бублика. Женщина сложила круг из пальцев и приложила к глазу. Вот так, сынок. Ярослав сел на высокий барный стул и стукнул кулаком по стулу. Старик всегда любил перестраховаться, и даже сейчас, лежа в коме, обскакал его. — Придется отпустить этого гада. А так все хорошо складывалось. Скажи спасибо, что мы вообще узнали об этом вовремя. Если бы юрист не позвонил, мы бы на улице остались. Черный Мерседес остановился у серого здания с решетками на окнах. В высоких воротах открылась дверь и оттуда вышел Сергей. Оксана заметила, что он изрядно похудел за это время. Девушка бросилась ему навстречу и заключила в объятиях. — Сереж, я так скучала. — А я как скучал. — Мы пытались тебя вытащить всеми силами. Не знаю, кто тебя подставил, но это были какие-то серьезные люди. Отец все свои связи подключил, а результата не было. Слава Богу, все закончилось. Как там наш малыш поживает? — Какой малыш? — Николай Иванович только успел дойти до влюбленной пары. — Пап, наверное, это не лучшее место для таких новостей, но я беременна. Следующие несколько месяцев пролетели незаметно. Сергей почти каждый день навещал лежащего в коме отца. Он очень тосковал по родителю, с которым так сблизился и тут же мог его вновь потерять. Оксана тем временем занималась организацией свадьбы. Девушка решила, что не хочет пир на весь мир и решила организовать все около дома. Она никак не могла понять, где же расположить сцену с музыкантами, ведь задний двор она практически весь засадила разными растениями. К счастью, Эрнест Петрович все-таки пришел в себя. Он был счастлив видеть Сергея и говорил, что слышал, как тот с ним разговаривал и рассказывал, что у него происходит сейчас и как проходило его детство. Оксана сначала не поверила в это, но Сергей сказал, что отец предложил сыграть свадьбу у его дома. Там был участок побольше. После того, как Эрнест Петрович пришел в себя и узнал, что жена с сыном его не навещали, он попросил их переехать в квартиру, которая досталась ему еще от родителей. Ремонт там, конечно, был не по последнему песку моды, но жить было можно. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас один клик, а для меня это очень важно. Спасибо заранее.